всем привет в этом видео хочу для вас снять цены на бензин и вообще сколько мы потратим денег на дорогу пока доедем до крыма едем от москвы ехать будем примерно мы два дня с ночевкой останавливаться будем где придется в какой-нибудь гостинице или что там пути в общем залились мы вчера сразу с вечера вот я вам сейчас покажу на полторы тысячи бензин 95 цена за литр сорок четыре пятьдесят вышел нас на 33 литра 71 миллилитр в общем так сейчас время пол седьмого утра мы выезжаем просто смотреть у нас проблема мы встали на дороге как раз поворот у нас сейчас был на м4 у нас задымилась машина перестала работать вентилятор ждем вот видите дымится Такая путня без проблем В общем, муж решил поменять бачок Сейчас поменяет бачок Из того, что вся жидкость тасов выкипела Вот она, вся вытекла Прям аж скипела, но я вам показывала В общем, сейчас он поставит новый бачок Понимает, что это из-за бачка И поедем дальше Потом я вам скажу Этой причиной было закипание или нет Венцинатор почему перестал работать именно сегодня Когда мы поехали До этого проблем не было Там Женя сидит Машина Видите, у нас тут баулы такие Особенно еще багажники, там чемоданы В общем, сюда и мы на таком массу стоим Все, мы подъезжаем, вот платный участок на кассе Вот у нас здесь транспондер висит Сейчас будут списывать деньги Так наличные не принимаются Наверное, вон туда, даже безналичные А, блядь, юбану Съезжают Все, тихо, мам, всем Тихо, я тоже Вот так как мы первый раз Не знаем куда, наверное, вон туда Ты видишь, они стоят в кассе Никакой не в кассе Нам вон просто где проезжать надо Все, поднялся шлагман В общем, мы первый раз запутались Я, в принципе, так сразу и подумала Тож, надо поедать и приезжать Где они автоматически все приезжают Бо всяких пробок и всего настоявших Нет, а видишь, короче, некоторые, которые не знают Они лезут туда А там потом, говорят, у вас ездят Такие же, как и мы первый раз В общем, я даже не успела посмотреть Сколько, что там было Цена какая, сколько, что стоило Едем дальше Вот второй пункт оплаты у нас По этой дороге мы ехали 130 рублей она стоит В общем, вот только У нас уже третья Вот полоса для транспондеров И эта платная дорога стоит 40 рублей Третья по счету, по-моему, она Вот мы сейчас останавливались Уже там возле заправки лукойлов поели Но я не стала снимать Учая посидеть, поэту Перекусим побыстрее Мы поехали дальше Вот мы уже приезжаем на четвертый Кладный участок, который стоил 40 рублей Вот где транспондер Только для транспондера стрел Ну вот заехали мы на вторую заправку На лукойл Заправить А то у нас бензин к нулю подходит Вот, смотрите Залили бензин 95-й Кэй-5 32 литра 830 миллилитров Вот, цена 45-69 На полторы тысячи Сейчас вот пойдем туда На детскую площадку Сын немножко побегает Так, чуть размялся Что ноги стекли Вот, сейчас попьем Потом поедем дальше Так, это у нас пятый участок дороги платная Стоит он, по-моему А вон, 120 рублей А нет, день 160 рублей Нет, 160 рублей он стоит этот участок По счет, по-моему, он пятый Так, все Поехали В общем, едем мы пока У нас одни поля Не людей Так, это у нас уже шестой участок платной дороги И цена его составляет 100 рублей А в ночное время 60 рублей На седьмой стоянке находимся На седьмой стоянке находимся Сейчас у меня кровать Сейчас он проедет Потом мы поедем Сейчас зеленый Сейчас зеленый Поехали В общем мы уже доезжаем до Воронежа, до Воронежа там было написано осталось 103 километра Так, тут очень много заправок, лукойл, лукойл еще какие-то, но в основном все на лукойл, я смотрю, едет, подсцены на них Привет Вот еще одна дорога платная стоит, она 90 рублей, время 8 часов вечера, уже темно Найден более быстрая машина 80 рублей, это дорога стоит 80 В общем мы опять скипели, вентилятор у нас так и не работал, вот заехали в магазин автозапчасти в город Воронеж, купили вентилятор, Сережа меняет сейчас Надеюсь, что все теперь будет у нас хорошо, сейчас поменяем и поедем дальше Вот очередной пункт оплаты, проезд стоил по этой дороге 60 рублей На улице уже начало темнеть, у нас седьмой час вечера уже, в общем, двигаемся дальше Вот еще одна дорога платная стоит, она 90 рублей, время 8 часов вечера, уже темно Найден более быстрая машина 80 рублей, это дорога стоит 80 В общем, нашли мы место для ночевки, гостиниц Кагрин Вареник, мотель В общем, давайте я вам покажу, какой номер В общем, сейчас ехали 2 часа в таких пробках, время уже 10 часов вечера Вот такой маленький телевизор, вай-фай, входная дверь Такой вот гардероб с зеркалом, вот нам дали раскладушку Две кровати, вот раз кровать, вот два кровати Окно такое Потом и ванн с туалетом, душевая кабина, туалет Вот это, всем привет, а я вся замученная такая Потом от умывальника, тут такая полка с квартирами В общем, этот номер стоил 2 тысячи, так он считается двухместный, но нам принесли раскладушку еще, так как нас трое В общем, выезд отсюда в 12 часов будет Вот до 12 мы будем здесь, потом поедем дальше В Крым Вот так вот Всем привет, сегодня у нас следующий день То есть второй день, как мы в дороге Вчера вечером мы хорошо поспали Вот приехали, в мотель я вам снимала, уже показывала То есть покушали, помылись, легли спать Сегодня встали в 7 утра Позавтракали, умылись В общем, 8 часов мы уже выехали Сейчас время почти 10 часов Решили заехать на заправку ТНК Вот так она выглядит Залили бензин Вот бензин мы залили на 21 литр 940 мл Литр стоит 45,59 Это 95 Залили мы всего на 1000 рублей, так как четверть бака у нас уже есть Вон Сережа идет Вот Жень стоит То есть все Сейчас наеду попьем чай, что-нибудь перекусим Будем двигаться дальше В общем, заехали мы на заправку Не на заправиться, а так просто перекусить по булочке взяли А то наши булки, которые я пекла, уже закончились В общем, вот, заправка по-моему шелл называется Вот взяли одну слойку с картофелем и грибами 32 рубля у нас стоит Слойка с сыром за 58 Мясо цыпленка в собственном соку взяли 75 и френчдог с финской сосиской вот Женя держит Вот такая финская сосиска френчдог В общем, вышел у нас это все на 384 рубля Сейчас он, Сережа остановил, сейчас надеем чай у нас термис Женя пойдем И будем пить чай с булками Сейчас мы уже находимся в Ростове-на-Дону Вот первый за сегодняшний день платный участок в дороге Цена его 50 рублей в день Но в дневное время, в ночное 30 Вот такие пробки уже скопились Вон те это стоят, которые через кассу пробивают наличные А мы вот на это где с транспортом Вот мы сейчас заехали еще на одну заправку Газпром заправились на 1400 Тоже бензин А95К5 Цена за литр 26.99 Мы заправили 29 литров 800 миллилитров Вот на 1400 И взяли вот еще отдельно по банке кваса Никола 53 рубля за банку Мы взяли дверь В общем еще раз всем привет Время сейчас 9 часов вечера До Феодосии мы еще не доехали Осталось нам ехать 4 часа Но мы решили переночевать еще в другом месте Я не знаю чуть дальше в Краснодар мы уехали Не знаю как точно называется В общем отель с жемчужиной называется Взяли мы номер Вот так он выглядит Вот тут свет конечно здесь темный Вообще ничего не видно Вот такая как прихожая что-нибудь Вообще не видно Вот тут два стула Стол, телевизор, кондиционер Холодильник маленький Чайника здесь нету Две кровати Мы просили трехместный номер Но трехместные номера все разобрали Так вот тут душевая кабина Унитаз, зеркало, мувальник В общем два полотенца Вот я и всем привет В общем такой номер стоит Две тысячи С двенадцати до двенадцати Но мы планируем поехать уже где-то в 7-8 выехать утра Так что ехать нам осталось совсем немножко Завтра мы уже будем в море Вон сидит Женя Передаю всем привет В общем такой номер называется Жемчужина В общем ребят всем привет Сегодня у нас начало третьего дня нашей поездки Время сейчас 8.42 Заехали вот на заправку Лукойл Который находится в городе Анапа И залили бензин Бензин как всегда 95 К5 23 литра 510 миллилитров Цена его 46,79 На тысячу сто мы залили Так как у нас еще оставался сразу просто Скоро Крымский мост будет заранее Чтоб полный бак у нас был В общем вот так Едем дальше В общем вот решила Итог чеков снять Сколько у нас в общей сложности В один конец вышло на бензин Вот сначала на полторы забрали Потом еще на полторы 1400 1100 1000 В общей сложности 6500 У нас ушло на бензин в один конец В общем мы в Феодосии уже Сегодня я вам сниму наш номер в который мы сняли